Продолжение следует... Может быть, он и будет работать, но вот для дачи нужен профессиональный инструмент, который прослужит долгие годы. Добрый день! Добрый день! У меня сегодня особая задача. Мне нужно выбрать опрыскиватель для дачи, чтобы он подходил мне и по функциональности, и по цене. Поможете? Да, с удовольствием. Давайте начнем с самой, наверное, низкой ценовой категории. Давайте. Ценовая категория низкая, себя включает также самый маленький объем. Для обработки маленького участка одной-двух клумб достаточно будет маленького вот такого помпового опрыскивателя объемом полтора литра воды. Насколько я понимаю, это многофункциональный прибор. Вообще, какие функции он может выполнять? В этот опрыскиватель можно добавлять гербициды. Это средства для борьбы с сорняками. Все верно. Стимуляторы роста можете разбавлять в опрыскивателях. И также можно разбавлять в них фунгициды. Это препараты, которые убивают болезни и лишних жителей, которые обитают на наших растениях. Ну, я чаще всего использую опрыскиватель для внекорнивых обработок. Подойдет такой инструмент? Да, вполне. Будет очень удобен, если вам подойдет именно этот объем. Потому что объемы есть помповых опрыскивателей до 5 литров. Насколько я понимаю, чем больше объем этого опрыскивателя, тем цена выше. А еще от чего стоимость зависит? Стоимость опрыскивателя зависит также от его функций. Есть опрыскиватели с ремнями, есть с дополнительной штангой, чтобы увеличивать объем работы. И также от качества, из какого пластика это сделано. А в принципе механизм работы всех этих опрыскивателей одинаковый? Или есть какие-то отличия? Принцип работы опрыскивателей в общем одинаков. В помповых опрыскивателях вы вручную накачиваете воздух, делаете 3-4 атмосферы. И под давлением раствор опрыскивает ваш участок. Ясно. Но также есть аккумуляторные и бензиновые опрыскиватели, которые делают это все автоматически. Аккумуляторные и бензиновые опрыскиватели в стоимости дороже от помповых. И соответственно у них больше бак, соответственно они тяжелее. То есть это уже больше профессиональная техника? Мне для своих 6 соток такое оборудование не потребуется? Нет, вам такое не потребуется. Я вижу, что самые разные опрыскиватели имеют соответственно отличные цвета. Оранжевый, белый, прозрачный, черный. Цвет особенную роль в применении опрыскивателя не играет. Но чем темнеет цвет, тем быстрее опрыскиватель нагревается. Что естественно не подразумевает его хранение на солнце в дневное время. А что касается прозрачности? Прозрачные опрыскиватели лучше тоже убирать от солнца, потому что внутри, при наличии там влажности, могут развиваться водоросли и мох. Угу, понятно. Я обратил внимание, что не только цвет и не только объем влияет на стоимость опрыскивателя. Вот я возьму опрыскиватели примерно одного объема, первый и второй. Первый из них стоит 199 рублей, а второй – 1199 рублей. В чем разница и почему я как покупатель должен доплачивать за такой товар? Разные производители используют разные материалы для изготовления опрыскивателей. Также может отличаться немножко функционал за эту сумму. Например? Прыскиватель может работать автоматически, то есть вы накачали воздух, вам не нужно держать кнопку постоянно на пульсе. А, вот есть фиксатор специальный. Да, фиксатор специальный. И также может быть несколько режимов работы. Соответственно, если это известный производитель, они… Это тоже бренд, это как всегда заведено, то есть немножко больше денежка за… Это гарантия. Это гарантия, да, того, что это будет работать. Более долгий срок службы, чем дешевый сегмент. Вы знаете, я даже вот по весу этих опрыскивателей вижу, что один более легкий, и вот мне кажется, что пластик менее надежный. И второй хорошо лежит в руке, и тут все сделано добротно. Также отличие в том, что в этом опрыскивателе можно регулировать напор струи и способ распыления. Ну-ка, об этом подробнее. Опрыскивание происходит в трех режимах. Это опрыскивание, вуалирование, туманирование и обычное рассеивание. В чем отличие? Самое эффективное – это туманирование. То есть это очень мелкая капля, это опускается очень мелким туманом на листья, что листья не обжигает. И если это идет протравка кустарника и плодового дерева, то оно впитывается очень хорошо. Если это опрыскивание крупными каплями, то здесь уже нужно быть очень осторожными, чтобы капли не обожгли наши листья. Это больше подходит для полива, для обмыва пыли с растения. То есть чем сильнее мы струю сделаем, тем больше мы можем использовать опрыскиватель для очистки листьев от пыли, грязи и так далее. Также разные режимы работы позволяют сохранить рабочий раствор экономично. Это здорово. Опрыскивание растений – это процедура, которая необходима не только для защиты от болезней и от вредителей. Обратите внимание на свои комнатные цветы. Очень часто кончики листьев становятся желтыми, сухими. И вообще растения приобретают такую форму, как будто на них кто-то напал из вредителей. А на самом деле все очень просто. Влажность воздуха в квартирах обычно недостаточна для того, чтобы растения чувствовали себя в полной мере хорошо. Поэтому опрыскивание зелени будет являться необходимым для того, чтобы комнатные цветы чувствовали себя красивыми и нарядными. Многие растения перед тем, как отправиться на дачу, вырастают в домашних условиях. Например, часто мы проращиваем клубни георгинов. А если у нас перезимовал только один георгин, а если этот сорт является любимым, как же поступить? Можем ли мы в весенний-летний период размножить это растение для того, чтобы на нашем дачном участке поселилось сразу несколько георгинов того сорта, который нам нравится? Можно поступить следующим образом, который я вам предлагаю. Можно начинать черенкование георгинов. Да-да, не удивляйтесь, именно сейчас эту процедуру не только можно, но и нужно проводить. Что нам для этого потребуется? Ну, во-первых, георгины, которые уже пустили ростки. У меня георгин с двумя ростками. Вот он крупный первый и второй сбоку, маленький. И тот, и другой росток абсолютно хорошо подходят для укоренения или для черенкования. Помимо этих ростков нам потребуется чистый, либо канцелярский, либо обычный нож. Прежде чем воспользоваться им, его следует обработать либо спиртом, либо другим дезинфицирующим материалом, для того, чтобы мы не перенесли с одного растения на другое всевозможные болезни. Вот главное, это чистый инструмент. С помощью ножа мы аккуратно должны будем с вами удалить побег, но лучше всего для укоренения. И у георгинов в том числе подходит фрагмент, который взят с небольшим фрагментом корневища. Именно в этом месте лучше всего идет процесс образования корней. А для того, чтобы этому процессу поспособствовать, мы будем использовать любой стимулятор корнеобразования растений, который на сегодняшний день можно встретить в магазине. Буквально одной-двух гранул нам хватит на вот такую емкость для укоренения георгинов. Добавляем немного воды. И опускаем наш черенок примерно наполовину. Уже через две недели вы сможете молодое растение посадить на грядку на своем участке, естественно, когда уже минует угроза возвратных заморозков. И в этом случае в первый же год вы не только добьетесь размножения этого удивительного красивого растения, но и добьетесь, чтобы этот георгин непременно зацвел. А в следующий год это уже будет абсолютно хороший, красивый и здоровый посадочный материал. Ну а пока давайте с вами вернемся к опрыскивателям для растений, ведь они помогут нам в борьбе со всевозможными болезнями и вредителями. Краем глаза усмотрел замечательную штуку. Это опрыскиватель, у которого есть штанга выносная. И с помощью этого опрыскивателя можно, я думаю, работать на расстоянии. Вот держать опрыскиватель в одной руке, а в другой, в правой, держать распылитель. Да, если предыдущим опрыскивателем вы сможете обрабатывать небольшие объемы клумбы, то здесь уже 5 литров объем получается раствора, и вы можете обрабатывать и кустарники, и деревья. Хорошо, тем более с помощью вот такого распылителя я могу уже как минимум на 2,5 метра в высоту обработать невысокие деревья. Да, невысокие деревья. А поднявшись на стремянке, соответственно, взяв... Ага, тут еще есть и крепление для плечевого ремня. Да, есть крепление для плечевого ремня, чтобы было удобно работать с опрыскивателем на высоте. И опять-таки здесь есть фиксатор. Ну, хорошая штука. Хороший аппарат, но стоит недешево. Есть альтернатива по ценовому сегменту. Это российского производителя опрыскиватель, также 5-литрового объема. То есть, в принципе, это однофункциональные аппараты? Да, это однофункциональные опрыскиватели. Просто разные производители и, соответственно, разная цена, что может помочь сэкономить, опять же, денежку. Также для обработки разных деревьев, кустарников и объема вашего участка есть разные дополнительные функции опрыскивателя. Это есть опрыскиватели с ремнями. Если у вас большой участок, есть вот такой 12-литровый опрыскиватель с держателем и ремнем. И также есть еще опрыскиватели, которые на колесиках, которые позволяют удобно ставить и перемещать его от одной клумбы к другой клумбе. Ну, действительно, 12-литров в руках не потаскаешь. Это больше, чем ведро. А так, пожалуйста, на колесиках прокатил его. Очень удобно, практично. Я думаю, что и по цене он будет тоже отличаться, этот опрыскиватель. А что касается режимов работы. Вот если опрыскиватель дороже, значит, у него какие-то есть особенности? Либо просто функциональные, те, которые помогают с ним легче обращаться? У других опрыскивателей, естественно, разный функционал. Они могут содержать в комплекте разные насадки, чтобы вы могли обрабатывать растения уже удобным для вас способом. Этот телескопический удлинитель подойдет к любому опрыскивателю, который у вас есть от 2,5 литров до 12 литров. Это очень удобно. То есть купил один удлинитель, и можно использовать его и с маленьким объемом распылителя, и с большим. Да, что очень удобно. Хорошо. Очень важная штука. Я так понимаю, что с помощью опрыскивателя можно обрабатывать все растения, которые находятся вот перед нами. Но если мне нужно удалить, допустим, один одуванчик и не повредить окружающий газон, есть ли в этом случае какие-то необходимые для меня инструменты? Да, конечно. Есть специальные локальные дозированные помповые насосы. Например, этот объемом 300 миллилитров. Рукоятка – это и есть сам флакон, где содержится раствор. Открывается. Ага, то есть заливаем сюда гербицид, с помощью которого будем бороться с конкретным сорняком. Закрываем крышку. Да, закрываем крышечку. А далее? И путем нажатия на рукоятку мы опускаем гербицид на растение. Ага, то есть прямо на конкретный одуванчик. Ну-ка, раз. А, и одуванчик получает смертельную дозу гербицида. Прекрасная штука. Главное использовать хороший гербицид. Большое спасибо за советы. Теперь я, пользуясь ими, смогу выбрать именно то, что мне нужно для моего участка. Да, спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok